приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам традициям и обрядам на 29 июля поговорим о том что можно делать и чего категорически нельзя делать также поговорим об иконе божьей матери которая почитается в этот день и дадим определенные советы поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца прямо сейчас ставьте лайк поддержите нас подписывайтесь на наш канал у нас много интересной для вас еще информация 29 июля православная церковь чтит память священно мученика афина гена и 10 его учеников которые пострадали за веру во время гонения в севастии эта история является важным средством храбрости и стойкости ранних христиан которые несмотря на жестокие преследования оставались верными своим убеждением и вере во христа период когда происходили эти события христианство активно распространялась по всей римской империи вызывая недовольство среди языческих правителей власть стремилась подавить новую религию видя в ней угрозу существующим традиционным верованиям и политической стабильности в севастии городе где жили афиноген и его ученики правитель устроил большой праздник честь языческих богов и приказал всем жителям принести жертвы идолам большинство севастийцев будучи христианами отказались участвовать в этом событии что вызвало гнев властей афиноген епископ севастии был известен своими проповедями и духовным руководством он жил вместе с десяти учениками в небольшом монастыре монастыре недалеко от города когда правитель узнал что афиноген активно распространяет христианство он приказал найти его и арестовать момент прихода воина в монастырь епископа не было на месте и они схватили его учеников заковали их в цепи и отправили в тюрьму узнав о случившемся афиноген добровольно пришел в севастию и укорял судью за несправедливость утверждая что его ученики невиновны за это старец был арестован и также помещен в тюрьму на суде он и его ученики открыто исповедовали себя христианами и отказались приносить жертвы идолам их стойкость и вера вызвали ярость правителя который приказал подвергнуть их жестоким истязанием после пыток учеников обезглавили но их стойкость не поколебалась афиноген несмотря на жестокие мучения продолжалось проповедовать любовь к богу и прощения он просил воинов казнить его в монастыре где он смог бы помолиться перед смертью его просьба была исполнена и в своем последнем обращении к богу афиноген молился за прощение грехов тех кто будет поминать его и его учеников перед смертью он услышал голос всевышнего и добровольно склонил голову под меч демонстрируя невероятную силу духа и веру память священного мученика афиногена его учеников является важным уроком для всех верующих их жизнь мученическая смерть напоминает нам о том что вера и преданность богу могут преодолеть любые трудности и страдания они служат примером истинного христианского мужества и любви готовности жертвовать собой ради веры православная церковь чтит их память 29 июля призывая верующих вспоминать этих святых и молиться за их заступничество их жизнь и мученичество вдохновляют на духовные подвиги и укрепляют в вере напоминая о важности следования христу даже в самых тяжелых обстоятельствах 29 июля православной церкви отмечается его еще один праздник по это праздник часть чирской псковской иконы божьей матери эта икона является одним из почитаемых образов богородицы которому православные верующие обращаются за помощью и заступничеством чирская икона или же псковская имеет глубокую историческую и духовную значимость и ее праздник объединяет верующих молитве и благодарение чирская икона божьей матери получила свое название от местности чирский погост псковской области где она была впервые обретена и явила свою чудотворную силу точное время и обстоятельства появления иконы в этом регионе неизвестны однако в народных преданиях и церковных источниках она упоминается как одна из святынь которые обращались с молитвами в трудные времена икона стала особенно известно после чудесного избавления пскова от эпидемии чумы произошедшего по молитвам перед этим образом с тех пор чирская икона божьей матери почитается как заступница и целительница и ее праздник является важным событием для православных верующих чирская икона божьей матери известна своими чудесами и заступничеством верующие обращаются к ней за исцелением от болезней защитой от врагов и духовным утешением многие свидетельства о чудесах связанных с этой иконой включают случай исцеления от тяжелых заболеваний спасение в опасных ситуациях и обретение душевного мира и спокойствия особенно часто к иконе обращаются с молитвами о защите от эпидемии болезней а также о помощи в личной и семейных трудностях дни празднования чирской иконы божьей матери верующие собираются в храмах чтобы совместно молиться и просить заступничество у богородицы чирская икона божьей матери принадлежит к типу одигетрии что означает путеводительница на иконе изображена святая богородица с младенцем иисусом христом на руках богоматерь указывает на своего сына как на путь истину и жизнь указывая верующим на правильный путь в жизни образ излучает спокойствие и мудрость приглашая верующих к молитве и размышлению о духовных ценностях в день празднования чирской иконы божьей матери 29 июля в храмах совершаются торжественные богослужения молебны и акафисты верующие приносят к иконе цветы и свечи символизируя свою веру и благодарность за заступничество богородицы этот день является временем для особого духовного сосредоточения молитвы и благодарности в некоторых регионах особенно в псковской области проводятся крестные ходы с иконой а также другие праздничные мероприятия объединяющие общины в духовном единении празднования чирской иконы божьей матери также связанные с благотворительными акциями и помощью нуждающимся что отражает дух христианской любви и милосердия а вот в народном календаре 29 июля день называли множествами названием это был и афиноген финоген финогея в день финогеев и зажимки афиногена в день этот день связаны только с памятью священномученика афиногена но и с различными народными традициями и поверьями связанными с природными изменениями и хозяйственными делами считается что с финогеевым днем наступает небольшое облегчение от летнего зноя хотя дни еще все еще остаются теплыми жара постепенно спадает а ночи становится прохладнее народе говорили на финогея птицы замолкают а ночи холодают это примета указывающая на приближение осени люди верили что в этот день птицы замолкают и грустят предчувствуя скоро наступление холодов и готовясь к отлету в теплые края по народному поверью 29 июля по лесу ходят заря и подбирает птичьи перья в этот день старались не посещать лес чтобы не потревожить природные силы люди избегали рубки дров охоты сбора ягод и гребов а также не кричали и не пели рядом с лесом чтобы не поднимать лишнего шума финогеев день также считался началом жатвы в народе говорили первый колосок финогею последний илья на бороду указывая на важность этого дня в земледель земледельческом календаре первый сжатый сноб называли именинником его украшали лентами из песнями несли домой ставя в красный угол под иконы солома из именно именинного снопа считалось целебной и использовалась для лечения больной скотины с этого снопа начитали начинали молодьбу осенью озер на из него считали целебным не только для животных но и для людей на финогея в день в поле оставляли несколько нежатых колосьев которые считались жертвоприношением славянскому богу ну а чтобы обеспечить богатый урожай в следующем году срывать эти колосьев запрещалось иначе по поверью можно было остаться без урожая финогеев день был не только временем труда но и моментом для общинного единения в этот день практически все жители сел работали в поле собирая урожай вечером после трудового дня люди собирались вместе пели песни делились историями и опытом эти собрания укрепляли общинные связи создавали атмосферу солидарности и взаимопомощи особые значения имели традиции связаны с обнаружением особых колосьев тот находил колос с наибольшим количеством зерен считался счастливчиком зерна из этого кола сохранили до следующего года веря в то что они принесут удачу и богатый урожай весной их сажали надеюсь на хороший результат старцы и мудрецы народной традиции уделяли особое внимание приметам и природным знамением финогеев день эти наблюдения помогали предсказывать погоду и возможные события в ближайшем будущем если 29 июля шел дождь это служило сигналом к тому что нужно принять меры для сохранения собранного урожая так как влажная погода могла привести к его порчи в случае если утренняя роса продержится до обеда можно было ожидать жарких дней впереди густой туман появившийся в этот день предвещал обилие грибов а увядающая ботвана грядка указывала на приближение затяжного ненастья финогея в день свои именины отмечают люди с семенами алифтина валентина иван петр павел федор юлия и яков люди родившиеся 29 июля обычно отличаются аналитическим умом и развитой интуицией они легко находят общий язык с окружающими пользуются уважением в коллективе часто имеют много друзей и единомышленников эти люди умеют обустроить свой быт и знают как обеспечить благополучие и гармонию в семье особое внимание уделялись нам приснившийся в ночь на 29 июля считается что сны увиденные в период с 21 часа 28 июля до 5 30 утра 29 июля обычно легкие красочные приятные эти сны могут быть предвестниками событий которые произойдут в ближайший месяц в этот период рекомендуется поддерживать себя в благостном настроении думать о хорошем больше улыбаться и желать благополучия окружающим людям позитивный настрой добрые мысли по верования могут способствовать притяжению удачи и счастья в собственную жизнь после трудового дня посвященного сбору урожая было принято устраивать щедрый ужин на который приглашались друзья соседи и близкие это было не просто обед а целое праздничное событие с песнями рассказами интересных историй и играми такие встречи способствовали укреплению общинных связей создавали атмосферу радости и удовлетворение от проделанной работы верили что щедрое угощение и веселое общение привлекают в дом удачу и счастья вечер финагеева дня можно было провести как в кругу семьи так и наедине с приятными мыслями и мечтами важно было совершить день на позитивной ноте чтобы укрепить благоприятные впечатления и положительную энергетику финагеев день 29 июля нас еще не только традициями и празднованиями но и множеством запретов и предостережений которые наши предки тщательно соблюдали эти правила и приметы отражают глубокую связь человека с природой и духовными силами которые по верованиям активны в этот день одним из главных запретов и ногеева дня касалось посещения леса согласно народным поверьям в этот день по лесу гуляет дух подбирающий птичьи перь перья верили что если помешать этому духу можно навлечь на себя беду наступит резкое похолодание начнутся непрекращающиеся дожди которые могут уничтожить весь урожай поэтому 29 июля наши предки в лес не ходили не охотились и не ловили рыбу чтобы не нарушить естественный порядок и не разгневать духов существовал также запреты на сбор грибов и ягод рубку дров а также шум в лесу и около него эти действия могли потревожить лесные силы и навлечь на себя их гнев шуметь и кричать в лесу в этот день считалось особенно опасным так как это могло вызвать природные катаклизмы особое внимание уделялось колосим с большим количеством зерен считалось что такие колоси нельзя использовать для переработки в муку или другие продукты их нужно было спрятать в укропное место до следующего года и с наступлением посевной поры посадить согласно поверью зерна из такого колоса принесут богатый урожай это отражало веру магические свойства растений и стремление обеспечить будущее плодородия на финагеев день нельзя было полностью скашивать поле необходимо было оставить несколько колосьев поле в качестве дара для жидного деда духа охраняющего урожай из этого не сделать полевик другое название духа может обидеться что приведет к неурожайному следующему году этот обычай связан с благодарностью за урожай и уважением природным силам которые как верили содействовали хорошему сбору финагея в день не разрешалось сидеть без дела в этот день все должны были работать до самого вечера особенно в полях чтобы почтить труд и обеспечить благополучие на следующий год кроме того важно было сохранять позитивный настрой злость грусть или негативные мысли считались нежелательными так как они могли привлечь неудачу люди стремились излучать радость и свет делиться позитивом с окружающими веря что это принесет удачу и благополучие на целый год согласно народным приметам 29 июля не стоит обращаться к начальству с просьбами о повышении заработной платы или должности считал что такие просьбы не будут удовлетворены и могут привести конфликтам или недовольству со стороны руководства поэтому рекомендуется отложить такие разговоры на более подходящее время вот такой друзья у нас с вами день 29 июля по народным приметам традициям и обрядам мы надеемся друзья наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал нас на канале очень много полезной важной нужной и интересной информации друзья на ранее вы видите два всплывающих окна друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым найду понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео